Привет зритель! Обзор покупок еды продолжается. У меня к несчастью или к счастью я пока не поняла. Кто-то увел... Короче, мои синенькие уги, которым было 2 года, которые я сама сюда перевезла в коробочке с другой обувью, и которые я сама ставила в этот шкаф, который в коридоре стоит. К ним кто-то приделал ноги, и они ушли погулять и не вернулись. О том, что они ушли погулять, я сегодня обнаружила, хотя последние месяца 2-3 понимала, что чего-то как-то в том шкафу свободно, в том месте, где обувь. Ну, а может, я так хорошо, аккуратно растаяла. Ну, не пойман, не вор, но вот уги ушли. Конечно, моя тётя мне тут же завопила, что она мне выдаст в долг, если надо, и я сказала, не надо мне в долг выдавать, что типа вот поедешь покупать, и что, не подумаешь, косарь стоит. Косарь тоже, извините, деньги. И я не знаю, ну, я как бы знаю, что человек возможный, приделавший ноги к моим сапогам, меня не смотрит, и влясной совестью застрадает, и, возможно, даже при случае скажет, а я думала, что это мусор, и решила это выкинуть, сделав доброе дело. Ну да, ладно. В общем, с кем не бывает, я знаю, что с кем-то не бывает, у кого есть друзья, которые никому не издят духи, крема, чай, вещи и так далее. А вот у меня иногда бывают такие друзья. Правда, я их потом редко вижу. Или они делают всяческий вид, что у них какие-то проблемы, и они со мной там месяца два-три не общаются в реале. Короче, я была расстроена. С одной стороны, поехать купить тюги не проблема, деньги есть в магазине тоже. С другой стороны, у меня есть зимние хорошие, отличные сапоги, кожаные, с натуральным мехом. Это не намёк на то, что приходите и приделывайте ноги к лёленым сапогам. Я теперь буду с осторожностью пускать некоторых людей в дом. Ну и как бы тех, кто может приделать ноги, скажем так. Ну и не надо делать, сразу тыкать во всех пальцах и так далее. Я понимаю, что есть адекватные люди, а есть придурки. Вон один придурок у меня скачет в каментах, вообще не один придурок, короче, скачет у меня в каментах некое существо. Сначала, ну что-то такое, типа предлагают со мной в реале встретиться, потом, видимо, в реале встретиться, это в лицо же мне всё надо говорить. Такие люди обычно боятся в лицо всё говорить, то, что в каментах пишут. Потом угрожают меня по стенке размазать. Вот люди, если я вдруг буду плоская в каком-нибудь видео, то меня по стенке размазало некое существо. Я подозреваю, что она использует совершенно левое имя и фамилия, но уверяет, что моего возраста и работает до шести. В общем, я была расстроена из-за того, что нет сапожков, что сапожки куда-то ушли и не вернулись. А я думала, я сегодня одену сапожки, ну и пройду на площадку, потом до магазина. Ну, пришлось идти в ботинках. Потинки, в принципе, тёплые у нас мой этот Яндекс Билайн Электрон. Пардон, я всё ещё, оказывается, я четыре дня как с температурой. Но сегодня, может, она уже меньше, вчера она вот была. У меня, короче, это моё какая-то приблуда. В общем, вот моя приблуда гугля говорит, что в Камышево минус четыре. В общем, видимо, минус четыре сейчас на улице. И, в принципе, если такая зима и будет, я вполне не против. У меня есть сапожки одни, у меня есть ботиночки, в которых я вот сейчас хожу, мне в них тепло. Так что я подумала, если будет холодно, уж совсем там минус десять, минус пятнадцать, я подорвусь до магазина, съезжу, куплю себе логи. Чуть-чуть отъеду, наверное. Ну и я пошла в магаз вообще исключительно за яйцами. Думала, ну, может, куплю лаваш. Тут лаваш такой, четыре полотенечка таких овальненьких. Может, не куплю лаваш. У меня есть колбаска с сыром, можно делать бутербродов горячих. Можно сделать из лаваша чипсов. А можно с экономики сделать самой себе лаваш. Я давно всё хочу сделать лаваш самопальный. Ну, в итоге, в общем, я решила, что всё-таки мне надо лаваш и яйца. И 400 рублей я оставила с чем-то вот в магазине. Сейчас я чек даже достала. Потому что я была расстроенная. Всё-таки не каждый день у вас уги... Не каждый день у вашей обуви вырастают ноги. Они уходят и не возвращаются. Причём вас не спросив. Короче, 420 рублей 30 копеек я, оказывается, и сратила. И год я купил такие яйца. Что-то они типа по скидке были. Самый прикол, я была вчера в атаке, но этот ролик тоже смонтируется после того, как я... Он ещё даже на компьютер не слился с этой камеры после того, как я так доделаю. Потому что вот меня что-то всё-всё-всё-всё-всё вот отвлекает. Я кучу времени потратила. Я понимаю, что люди мне во флудилке сочувствовали, но я хотела чисто повыгореться на тему того, что у меня сапоги ушли погулять и не вернулись. А общаться мне как-то не очень хотелось, а пришлось общаться. Спасибо, люди, что поддержали. В общем, время у меня, как обычно, куда-то ушло опять. Надо было не включать компьютер, надо было просто вот это сразу включить, перенести ноутбук на стол на кухне и поработать. Короче, это всё сделается уже только, когда я так переведу. Ай, так-то хрена на ютуб времени трачу. Не всегда как-то так обоснованно. Короче, в атаке, значит, в Ашан, на чеке было написано, у нас типа чёрная пятница, суперцены, мне ещё кто-то вовлудил, скинул, как в России любят лохов, нагревать, какая цена была и какая стала. Рыбу, которую за 269 копейками покупала по скидке, она сейчас 333 там, типа по скидке. И вообще много чего вдруг так возросло, я так поохреневала. Ну, мне это как бы не надо было, но я просто знала их изначальную цену и поофигевала. В общем, я купила куриное яйцо Коколь, я уже его как-то покупала. Это уже, это Коколь, видимо, бывает и второго сорта. Тут была первая категория, надеюсь, они крупные. Правда, это самые молодые яйца были или старые, не знаю, короче, все остальные были позже, 14 ноября они своенные. Ну, сурочи, ничего такое яйцо, большое. У меня там ещё пара яиц есть, но просто я хотела кое-что сваять, и на это кое-что надо чуть больше, чем 2 яйца. Сейчас скажу, по чём яйца. Где у нас эти яйца-то? Яйцо столовое, 52 рубля 90 копеек. Вообще, я думала, что у меня всё это выйдет на 800, но вышло 2 раза дешевле. Так, она была по 44. Как бы дешевле рублей на 15, чем обычно я её взяла. Думаю, сделаю как-нибудь и грет. 44 рубля 90 копеек сельдь Капитан Ароматная, я вообще советую. Хорошая сельдь, она мне очень нравится. Беру не первый раз. Она с подсолнечным маслом и вот винегрет самое то. Сделаю как-нибудь винегрет. Так, это мой кошелёк, я его давно покупала за 2000 с чем-то. Я тогда была лохом, в принципе, и сейчас немножко лох. Я думала, что все кошельки стоят 2000, а потом оказалось, что он кожаный, потому и стоит 2000. Короче, вот я купила себе две хурмы. Я купила себе лимон, потому что я тут, думаю, как-то проснулась, у меня горло болит, в воскресенье как раз было. И я вот сижу, вот в этом, у меня вообще-то балкон открыт. Ну, как бы балкон открыт, он застеклённый, но идёт тепло туда. Я ещё тут как-то подумала, может как-нибудь обогреватель включить на балконе. Интересно, там теплее будет, чем 12 градусов, когда дверь открыта, или так 12 и останется. Но это так, подумала. Нет, это не принципиально. Лучше бы лимон. Сейчас скажу, почём хурма и почём лимон. Так, хурма, где-то хурма. Хурма так и осталась, 88 рублей килограмм. 34,50 она у меня вышла, 392 грамма. Лимон. Лимон, почём лимон? Лимон у меня вышел на 14 рублей 34 копейки. 89,60 он стоит, 160 грамм лимон. Я вообще хотела поменьше лимон, но это самый маленький был лимон. Так, что у меня тут бумажка? Бумажка за квартиру. Пришла в отопление. Причём, что-то в два раза как-то она подорожала, эта бумажка. Я приколу не поняла. Вроде всё то же самое отопление, что в ноябре было, точнее, что в октябре было, стало уже 2000. Не догнала, короче, я прикола. В общем, в октябре я платила за весь месяц октября, хотя нас не отключали отопление, 1000, а теперь будут 2. Надо родную спросить, может, у них тоже подорожало? Потому что я как-то это, в охренении, как бы это, это, однушка, а не трёшка на механке. В общем, купила я себе имбирь, потому что вот я тут думала, ой, был бы имбирь, с лимоном задолбашила бы, с мёдом этот самый. А потом подумала, что даже если у меня не будет болеть горло, в принципе, она особо и болит, даже и не болит, как бы. Но сейчас зима, и даже чай с чабрецом пошёл на ура, я думаю, и этот-то тоже нормально будет. Плюс оно какое-то дофига полезное для желудка, и не только для желудка, в общем, тут у меня этот пакетик. И вопреки всему, хоть моя тётя говорит, что сумочку надо оставить на летом, я хожу сейчас с ней, потому что, как бы, ну, во-первых, если чё, вот она изгрязнилась, её можно постирать, чем-то грязнилась. Во-первых, как бы сухо, хоть и зима. Ну, в смысле, нету такого даже, или ещё что-то, и в дождь бы я с ней не пошла. Я купила себе этот лаваш, который только здесь, потому что больше нигде не видела. Четыре овальных фиговины. Почём лаваш, сейчас скажу. Всё одно скажу, почём имбирь. Так, лаваш, имбирь. Лаваш 42 рубля 90 копеек, имбирь, а где имбирь? А вот корень имбиря 24 рубля 19 копеек, а так он 219.90 стоит. Я купила себе кефир, я на днях тут хотела так кефира, а потом поняла, что раз коз зарезали, и козла тоже, и хрен знает, когда мне это козье молоко светит, то решила я купить просто кефира. В крайнем случае, если вдук, он у меня не пойдёт, потому что сначала я его хотела, а потом он как-то, мало ли, не пойдёт. Ни с вареньем, ни так я на нём блины зафигачу. Или оладьи, или типа того. Вот обычный кефир, сметанин, Ивановский, 23-го, рождённый, 11 дней живёт. Так, где он тут этот кефир? 35.90. Я увидела по скидке, в туалет её не видела. Вообще, она, в принципе, столько ранчай стоила. 79.90. Может, куплю себе морских животных, может, просто настругаю этого какой-нибудь там угробчик, петрушка. Может, куплю даже огурчик. Сделаю, короче, это с чесночком, с пунчозу как-нибудь. Хотя у меня как бы есть что жрать. Я сейчас себе уже несколько раз напоминала, как я там это, туалетную бумагу обозревала, с лицом ничего не выражающим. Я тут 5 бананов всё взяла. Они крепенькие такие, немножко зелёненькие. Существо, которое тут уже сутки... Слушайте, мне под стримом, и после того, как стрим заканчивается, столько каментов никогда не было. Существо, что прыгает у меня в каментах, по поболе её взяла, что я не вилкой какао пью, а ложкой, которая смолошно милого была. Мне что-то там вякало, что она ко мне собирается, не навестить для тебя. Я говорю, ой, ты ко мне собираешься. Тебе кто-то ослил мой адрес. Говорю, ну это, захвати тогда бананов, раз ты ко мне собираешься. И она почему-то перестала собираться. А ещё я себе взяла. Вообще у меня есть овсянка, но я подозреваю, что она коньки уже откинула по срокам годности. Я подозреваю, что она скорее всего горчит. Вот, я думаю, её тупо на какую-нибудь скрабику делать. Есть у меня не овсянка, но тоже типа овсянки, но её немножко, а тут овсянка. Я раньше её покупала только, ой, бля, всё, взевается всё. В другой упаковке была. Чудесный край овсяные хлопья, экстра. Не требует варки, натуральный продукт, 400 грамм. Ну, вообще там написано, что как-то её частично варить, хоть она и не требует варки. Ну, думаю, я её сварю, мне-то как-то чё. В общем, или зашпарю водой и подожду. Как те хлопья, которые не овсянка, не помню, как я, не ищменные вроде. В общем, есть у меня теперь овсянка. А то как-то без овсянки уж совсем грустно. Так что вот я тут до сиха всё купила. Сейчас я ещё, чё я тут, значит, вермишель сказала. Хлопья 39,90. Они, кстати, без скидки были, сами так стоят. Так, лаваш я сказала. Бананы 50 рублей 87 копеек. Чуть почти килограмм... Меньше килограмма 874 грамма. 58-20 они эти бананы сейчас стоят. Лимон, корень, хурма, яйцо. Всё вроде сказала. В общем, вот. Не знаю, может вам этот чек как-то показать. Для тех, кто на слух не понимает, она этот самый... Только на вид понимает. Блин, нос хочет потечь, а у меня этот самый полоток не тут. Немножко. В общем, вот. Ой, блин. Чеком-то не высморчишься же. Можно ли высморкаться чеком? Короче, люди. Гамен на сайт за мой текущий нос. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам друзей, которые не тырят у вас что-то. И адекватных комментаторов вообще по жизни, которые не угрожают вам размазыванием по стенке, не обживают вас непонятно с какой причины. И вообще всем добрых людей желаю. И не текущего носа. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok